Хоба! Привет! С вами доктор Влад. С утра пораньше. Интересное слово вчера я нашел на русском языке. Ёлы-палы, до сих пор учу русский язык. Вот, встретилось мне в английском тексте слово DAV. Значит, D-O-V-I. Ну, я так примерно знал, что это голубь. Но я решил заинтересоваться, поинтересоваться, почему. Ну, еще пиджон голубь, вообще-то. Ну, да, это, в общем, больше, значит, дикий такой голубь, что ли. Вот, ну, можно, кстати, назвать мужа или жену вот так. Это будет как голубка, да, или горлица. Или там еще давалось одно слово Вяхерь. Вяхерь. Вот, я слышал это слово, знал, что это птица какая-то летает. Но, оказывается, это вот тоже дикий голубь. Интересно. Ладно, это я просто к тому, что жизнь продолжается, ребята. У меня там скоро будет одна статья, я нашел очень интересные. Признаки старости. Ну, там много носогубной сглаживается, там ямочка под носом сглаживается. И самым последним стоит, я сейчас не помню термин, но смысл в том, что пропадают желания. О, ребята, у меня. Если по этому признаку, то я вообще мучаюсь, как говорится. Вот посмотрю сейчас это, агент 007, и вот он там прыгает с парашютом. Думаю, эх, может быть, и мне бы на лыжах катается. Тоже думаю, эх, неплохо бы. Смотрю, где у меня там лыжные ботинки. Ну, в общем, так и живем. Ладно. А, ну, утро у меня прошло. Утром опять этот чертов скунс. Хотел Гришка с ним опять сцепиться. И я вдруг понял, какой запах у скунса. Если вы никогда не нюхали скунса, вот, не повезло вам по жизни. То, знаете, вот я недавно купил клей такой, знаете, из двух частей, эпоксидный. Вот, одна часть белая, одна черная, а смешиваешь серая. Вот точно такой запах вот. Я даже когда смешал, у меня жена спросила сразу, что, говорит, Гришка опять вляпался со скунсом? Нет, это вот тот запах, так что можете понюхать. Что еще сегодня было? Мы гуляли опять по соседней деревне. С утра идет навстречу женщина. Семь утра. Ну, какой у нее возраст? Ну, по американским, по русским понятиям. Ну, лет, может быть, шестьдесят. По американским я знаю, что ей уже за восемьдесят. Идет в штанишках такой джинси. Фигура хорошая. Гуляет просто с утра для здоровья. Я подумал, насколько все-таки вот понятие старости в России извращенное, не то, которое надо. Сидеть в платочке на скамеечке, да? Обсуждать, сколько раз ты на неделе вымыла унитаз. Ну, как-то так. И третье, вот что я сегодня тоже заметил, интересно. Я говорил, что здесь много всяких приспособлений. Ну, это, конечно, показывать надо, но вы поймете. Вот для стрижки травы, ну, есть просто такая ручная газонокосилка. Есть такое, что вот встаешь, вот такое, значит, ну, как бы стояльное место, да? Стоячая, вот, и, значит, едешь, да? Ну, есть просто трактора такие специальные, да? Вот, а это вот, прикиньте, как газонокосилка, но только мотор значительно мощнее, мощнее. И впереди бульдозерный кувш. Я увидел, обалдел. И что-то вот действительно где-то возле дома очень удобно. Вот таким вот мини-трактором. Он на гусеницах, да? И они там какие-то деревья выкорчевывают, что-то здесь вот у соседей делают. Вот, это не дешевое удовольствие, но для красоты американцы не жалеют ничего. И вот теперь, вам, наверное, уже надоело меня слушать. Вот, вот теперь самое главное. Мне письмо тут недавно пришло из Германии от одной моей. Ой, я вспомнил бывшей, как бы, клиентки, что ли. Ну, и рассказал, я в Саратове занимался знакомствами. Вот, и вот она мне увидела, где-то меня в интернете написала. Володе, еще раз спасибо, я живу в Германии, я очень довольна. Ну, и так далее. И вот я подумал, я много раз говорил, что, девчонки, я вам помогу. Обращайтесь. И вот сейчас я, если гора не идет к Магомету, то Магомет отправляется к горе. Вот я сейчас предлагаю вам, пишите мне. Вот, я вам помогу реально уехать в Америку. Да, 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 да. Вот, и как я тут в заголовке напишу, первые пять совершенно бесплатно. Вот дальше видно будет, я боюсь, только и пять-то не наберется. Вот в чем дело, все ноют, ах, мы не можем, ах, у нас не получается уехать. Или даже пишут так, что, ах, я самая некрасивая женщина в мире. Или наоборот, я такая красавица, а ко мне никто не пристает. Ну, что-то в этом роде. Вот реально, пятерым помогу. Не обязательно женщина, мужчина, пожалуйста, сколько угодно. Женихов и невест. Помогу как? Смотрите, я не буду за вас переводить. Если вы, ну, с американцем или с немцем, там, с французом, с кем-то, да, этим уж сами занимайтесь. Вот. Я вам помогу просто вот таким образом. Дайте мне свой вход на тот сайт, вот ваш аккаунт, да, ваш профайл, где вы зарегистрировались, где у вас ничего не получается. Я вам реально помогу. Вот. От вас ничего не требуется. Чем сложнее у вас обстоятельства, тем лучше. Да, я не скрываю, я делаю рекламу просто для себя. Вот. И, ну, собственно, я буду о вас рассказывать, но, конечно, не буду называть координат точных, это само собой. Ну, просто и людям будет интересно, что у меня получилось. И почему я говорю, если у вас там мало-мало-меньше, или старые родители, или что-то в этом роде, или ужасный страшный возраст, 47 лет. Вот. Пожалуйста, я помогу вообще без проблем. Вот. Единственное условие, вот, ребята, чтобы вы не были, не были хроническим алкоголиком. Вот. Потому что мне потом будет стыдно. Вот. А все остальное, да ради бога, вообще, вот, любая внешность, рост, веса, там, и так далее. Я действительно, я реально помогу. Вот. А потом здесь буду у себя на канале рассказывать. Это вообще так вот, типа марафона такого получится. У кого что получилось. Вот. Ну, я так надеюсь, что к Новому году все пятеро уедут за рубеж. Ну, куда? Не обязательно в Америку. Ну, в Америку, да ради бога. Или куда-то еще. Вот. Я залезу в ваш аккаунт, я посмотрю ваши предпочтения. Вот. Пишите мне, значит, письма. Ну, произнести-то можно, это мне тролли не прицепятся. Доктор Влад, собачка, докторвлад.com. Вот. Пишите туда. Вот. Объясните, кто вы, что вы. Что вы хотите. Ну, какое-то сопровождающее письмо-то. Уж напишите, не поленитесь. Вот. А дальше я просто по профайлу... А, ну, и кто вам нужен, конечно. Вот. И дальше я по профайлу просто пойму, что вы за человек, по фотографиям. И так далее. Скорректирую фотографию, скорректирую ваши письма. Вот. Все это я буду корректировать. Вы все будете делать сами, я вам буду помогать. Вот и все. И, ребята, вот... Точно. Вот я говорю, к Новому году уже все прояснится. Что сейчас? Август. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Ну, почти полгода, да. Все будет нормалек. Вот. И не говорите, что трудно, не трудно, можно в Америку попасть. Тем более, вот, таким путем. Ну, там путей много. Вчера, вот, вчера или позавчера была статья насчет, как попасть женщинам за 50. Ну, и, в принципе, я там на какой-то вопрос ответил, что и детям можно попасть в Америку, если есть жгучее желание. Даже детям учиться хорошо, быть отличником. Это не пустое слова. Действительно, быть отличником, чтобы тебя заметили. Вот. Чтобы, если вдруг пойдет разговор, что кого-то нужно послать в ненавистную Америку, поучиться, да, ну, чтобы вы были в первых рядах. Вот так. Это я для детей говорю, для подростков. Или просто соблазнить родителей. Вот. Давайте уедем туда-сюда. Все можно. Ребята, все. У меня жена, кстати, такая, ну, в смысле, она всю жизнь, вот, сколько себя помню, с детства, почему-то именно мечтала уехать в Америку. Ну, вот она в Америке сейчас, она моя жена. Вот такие дела, ребята. Так что сегодня открывается марафон. Я говорю, первые пятеро совершенно бесплатно. Ну, дальше видно будет. Я просто не знаю, что будет. Вот. Потому что, не знаю, это зависит не от меня, это зависит от вашей активности. Потому что люди ноют, 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 а на самом деле, они где-то глубоко у себя, они не хотят расставаться с милым закаканным домом, вот, со своими подружками и так далее. Вот. И они хоть и говорят, что хотят, но на самом деле где-то в глубине сидит тормоз, который их удерживает в России. Все понятно, все понятно. До свидания. С вами был с утра доктор Влад. Пока.